Бесплатная альфа-карта возвращает деньги! Крутите барабан супер-кэшбэка в приложении и получайте гарантированный кэшбэк каждый месяц! Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня в ремонте радиоуправляемая модель внедорожника. Она не совсем простая, с мягкими колесами, на подвеске и к тому же полноприводная. Интересная модель! А теперь о ее проблеме. Задний и передний ход работают, есть реакция на спусковой крючок, а вот на поворот рулевого колеса, пульта, реакции нет. В этом и состоит дефект. Как понять, проблема в самой модели или же в пульте? В моем случае при встряхивании пульта явно слышно, что внутри болтается какая-то деталь. Очевидно, что это и может являться причиной дефекта. Нужно проверить, что там болтается. Для этого давайте разберем пульт. Выкручиваю винты и располовиниваю его корпус. При беглом осмотре внутренностей сразу же бросается в глаза сломанная деталь. Обломила внутреннюю часть рулевого колеса. Очевидно, что здесь находилась качелька, которая при повороте руля должна нажимать на микропереключатели. Соответственно, поворот влево и вправо. А вот и сама качелька. Как раз отсюда она и отвалилась. Нужно поставить ее на место и хорошенько закрепить. Для этого нам придется извлечь механизм рулевого колеса. Снимаю плату с посадочных пазов. Выкручиваю винт и снимаю крутилку колеса. Далее извлекаю втулку, на которой и располагалась качелька. Ну что здесь можно сделать? Можно смоделировать новую втулку с качелькой для 3D печати. Причем в усиленном варианте, чтобы дефект не повторился. Но далеко не у всех есть дома 3D принтер. Так что давайте попробуем найти более доступный вариант восстановления. Дорогие друзья, а что может быть проще суперклея? Я думаю, что ничего. К тому же вариант вполне надежный. С помощью суперклея в свое время мной был восстановлен не один десяток сломанных объективов фотокамер. Перед нанесением клея не забывайте обезжирить детали. Например, тем же бензином-галошей. Наношу клей на место облома и прижимаю отломанную часть. Важно, чтобы детали четко попадали друг в друга. Как две части одного пазла. Хотя из-за деформации пластика по краям трещин все равно останутся пустоты. Позже, когда клей подсохнет, их нужно будет заполнить. Чтобы ускорить схватывание клея, можно подогреть его феном. Температура не более 100 градусов. Испарениями клея лучше не дышать. Они вряд ли являются экологически чистыми. После подсыхания, так сказать, первого слоя, наношу поверх второй, который должен заполнить собой пустоты. Если после высыхания пустоты и впадины на месте трещины остались, то можно нанести третий слой. И так далее, пока не получится удовлетворительный результат. Мне понадобилось всего три слоя. Устанавливаю восстановленную деталь на место и проверяю. Пока что не закрепляя колесо на винт. Щелчки при повороте руля есть. Что ж, можно собирать пульт и тестировать. Поворот налево работает. И вправо тоже. Потестировал машинку какое-то время на ходу. И проявилась еще одна проблема. Уже не связанная с поворотами и пультом. Демонстрирую. Бесплатная альфа-карта возвращает деньги. Крутите барабан супер-кэшбэка в приложении и получаете гарантированный кэшбэк каждый месяц. Даю полный газ и машинка начинает циклически отключаться. Как видно, это проявляется даже с вывешенными колесами. То есть на холостом ходу. Чего быть не должно. Батарея полностью заряжена. И даже не просаживается при повороте передних колес. Видно, что светодиоды фар не гаснут. Проблема может быть связана с ходовым мотором. Думаю, что стоит начать с его проверки. Сейчас не знаю, как до него добраться. Поэтому попробую снять кузов и посмотреть, что там о машинке внутри. Выкручиваю винты и снимаю. Нашелся ходовой двигатель. Кстати, он достаточно сильно греется. До сих пор теплый. Явно что-то не в порядке. Вот его-то нам и нужно проверить. Для этого можно подать на его провода питание от лабораторного источника. Предварительно отключив провода от платы. При напряжении около 2 вольт, потребление тока 2 ампера. Это очень много для холостого режима работы. Учитывая, что колеса и сам мотор легко прокручиваются. Нет избыточного трения. Похоже, что неисправная деталь выявлена. Это мотор. Остается выяснить, что с ним случилось. И узнать, можно ли его восстановить. Извлекается мотор просто. Для этого нужно снять редуктор, извлечь его крышку и вытянуть мотор из редуктора. Сам редуктор при этом разбирать нет необходимости. Моторчик у нас в руках. Послушаем, как он работает. Обороты плавают. Ток при этом 2 ампера. Мотору очень плохо. Необходимо его разобрать и выяснить, что там с ним случилось. Может быть что-то с щетками коллектора. Отпаиваю провода. Далее снимаю плату. С помощью бокорезов отгибаю фиксаторы и снимаю крышку. Осматриваю состояние щеток. По-моему они в идеальном состоянии. Значительной выработки нет. Посмотрим, что с коллектором. Между его контактами видно какие-то металлические перемычки. Это ненормально. Давайте изучать детальнее. Извлекаю шестерню и вынимаю ротор. Нашел внутри корпуса какой-то металлический мусор. Возможно это и являлось причиной дефекта. Очищаю корпус и ротор с помощью салфетки. Между контактами коллектора прохожусь пинцетом, чтобы удалить оттуда металлическую пыль, которая скорее всего вызывает замыкание между обмотками. Сам коллектор в отличном состоянии. Особой выработки и канавок на контактах не видно. Установил ротор во втулку крышки. Вращение ротора хорошее. Щетки прижимаются к коллектору. В общем все должно работать. Собираю мотор и проверяю. Теперь он потребляет около трех сотен миллиампер при напряжении 6 вольт. Это хороший результат. Можно его окончательно собирать. Подгибаю фиксаторы с помощью отвертки и молотка. Двигатель как-то странно зашуршал. Решаю проблему. Отлично. Потребление в порядке. Можно устанавливать мотор на место. Припаиваю платку с фильтром от электромагнитных помех. Провода. Устанавливаю шеястерню. Ее рекомендую сразу зафиксировать на клей типа B7000. А то через какое-то время работы из-за обильной смазки в редукторе она может сместиться с вала и начнет блокировать редуктор. Устанавливаю мотор в редуктор и полностью собираю машинку. После чего тестирую. Бесплатная альфа-карта возвращает деньги. Крутите барабан супер-кэшбэка в приложении и получайте гарантированный кэшбэк каждый месяц. В ходе добротного тестирования дополнительные дефекты не проявились. И ремонт этой радиоуправляемой модели можно считать завершенным. Дорогие друзья, всем спасибо за просмотр и до скорых встреч в других ремонтах. Продолжение следует...